Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очень интересный выпуск. Мы будем разговаривать про сустанон. Сустанон 250, хотя вот я встречал дозировку 300, 350 и встречал дозировку 200. Напишите мне в комментариях, кто встречал другие какие-то экзотические виды дозировок. И, соответственно, прям короткая информация для людей, постоянных зрителей моего канала. Лайки и комментарии, соответственно, помогают продвигать этот видеоролик. У него будут, естественно, продолжения. Мы будем разговаривать подробнее о сустаноне. Это не единственный разговор. Сегодня мы обсуждаем базовую информацию о сустаноне. И дальше продолжим, соответственно, его обсуждать в этих рамках. Значит, в чем суть? Суть такая, что сустанон это смесь эфиров. И если не усложнять, вот я снимал как-то предыдущий видеоролик. Если не усложнять, не уходить в сложную биохимию, и обсуждение этих эфиров, длины этих эфиров, потому что, когда не в рамках консультации, я заметил, начинаешь объяснять некие свойства, связанные с этими эфирами, разговор в комментариях доходит вплоть до обсуждения формулы. И это запутывает, во-первых, новичков. А видео у меня все-таки создаются исключительно больше для новичков. Так как, если вы, соответственно, считаете себя профессионалом, я не думаю, что есть смысл прослушивать какие-то базовые вещи. Вы просто можете открыть учебник по фармакологии и для себя там все подчеркнуть, все необходимые информации. Если, соответственно, не спорить на уровне формул и составляющих, и действий, там есть очень интересный хвост надролона, который всех запутывает, то, соответственно, мы должны проговорить базовую информацию. Базовая информация, что это смесь различной длины действия так называемых эфиров, да, тестостерона. И каждый, грубо говоря, вот этот вот эфир, тестостерон, он является определенным препаратом, который действует ту или иную длину действия имеет. Вот. И идет, соответственно, это действие, получается, когда вы колете сустаном по нарастающим. И, получается, чем вы, когда вы один раз укололи, то есть сначала срабатывает один эфир, вы можете сразу сустаном почувствовать, в отличие от цепианата, да, того же, например. Но, в отличие от того же пропианата, будет заканчиваться действие, пока закончится действие одного эфира, короткого пропианата, начнется действие, там, на таты и так далее. И, соответственно, постепенно препарат будет раскрываться. И такая была задумка у сустанома, что якобы не должно быть проседаний за счет вот этого постепенного раскрытия препаратов различных смесей эфиров. Также повторюсь, что, видите, из-за того, что это коктейль из разных видов тестостерона, разные всегда встречались дозировки, вот какое-то время были совершенно разные дозировки. И, да, есть зарегистрированный сустаном 250, и в нем, ну, соответственно, стабильное значение этих цифр. Но, если вы пользуетесь черным рынком, то вот это вот минус тот, то, что, как правило, встречаются нестабильные цифры, и предугадать, как препарат будет раскрываться, очень сложно, да. Но, если вроде фармакология проверена, и вы в ней уверены, то препарат должен раскрываться, ну, достаточно предсказуемо. Второй момент, я считаю, что на низких дозировках очень тяжело подобрать, для набора, если цель набора мышечной массы, очень тяжело подобрать правильную дозировку, чтобы был ровный фон. Из плюсов, да, конечно, очень яркий рост мышечной массы. Ну, просто по логике, все-таки, это относительно, по сравнению с тем, что это вырабатывается внутри вас, да, яичками, это вы даже, даже если вы колите один кубик, это все-таки, ну, больше, да, чем стандартно ваш тестостерон. И, конечно, ну, вы чувствуете яркие такие значения в приросте мышечной массы, я имею в виду. Вот. Потом, что нам нужно запомнить? Вот. Самая яркая такая ошибка у новичков, на мой взгляд, то, что я встречаю на практике, помимо роста эстрадиола, да, бывают проблемки в том, что у нас и получается рост пролактина у некоторых людей. На курсе анаболических стероидов, в принципе, у некоторых людей встречается. И я это связываю, вот, у тех людей, кого я обследовал, это наличие, то есть человек не знал, что у него есть пролактинома, да, что у него опухоль есть гипофиза, и вот как-то они чувствительны к экзогенному введению и начинают, видимо, вот себя ярче вести. Опять же, при моей связи я знаю людей, у кого была опухоль, ну, доброкачественная, да, новообразование гипофиза. Это, ну, опухоль, опять же, это в кавычках, чтобы вам было понятно, по сути, правильнее сказать, что это доброкачественная, новообразование гипофиза. И они курсили, слазили с курса, и вот какой-то роста такого, тенденции к росту значительной и превращения из доброкачественного в злокачественного не было, но была тенденция гиперпролактиномии. Поэтому вот имейте в виду, если пошел рост пролактина на сустаноне, то лучше сделать сразу МРТ гипофиза с контрастом, и этот момент исключить. Ну, опять же, рост такой, достаточно обширенный, когда пролактин плохо гасится кабергалином, то есть когда вы вынуждены употреблять кабергалин ежедневно, чтобы погасить рост пролактина, это все может свидетельствовать о том, что у вас есть аденомогипофиза. Вот. Значит, далее, что нужно отслеживать? Как и на любом курсе, на курсе сустанона, нужно отслеживать каулограмму, сдавать, и реологию крови отслеживать. Только сегодня я отпустил пациента, который этого не делал и получил побочные эффекты. Далее. Холестерин, липопротеиды высокой и низкой плотности, триглицериды, холестерин общий. Все это дело нужно сдавать до курса и мониторить после курса. Если вы видите вышеперечисленные проблемы, то, конечно, их нужно решать еще до курса, а на курсе, и выяснить их причину, этих проблем, а на курсе все это дело нивелировать, стараться, да, потому что так или иначе, рост плохого холестерина, он будет на курсе любых анаболических стероидов. Значит, чем, что этот сустанон дает такое вот яркое, побочное, да, это из-за того, что все-таки эфиры накладываются друг на друга, есть такой небольшой, как бы более, может быть, усиленный фон, если вы в неделю делаете более двух инъекций, да, всегда вот этот какой-то от цепианата остается остаток, неясный иногда, потому что, опять же, с пациентами у меня, я сталкиваюсь, когда применяют сустанон, это бесконтрольное применение, то есть человек забывает сделать инъекцию вовремя, да, они у него съезжают, он путается, начинает запутываться, когда ему лучше колоть, начинает ассоциировать с тем, что нужно уколоть именно перед тренировкой, пытается подстроить перед тренировки, что, ну, абсолютно бессмысленно, естественно, эти инъекции, ну, в общем, специфика разная, но всегда это какие-то обычные, достаточно частые инъекции, но бесконтрольные, то есть не имеющие какой-то под собой логической системы. По-хорошему мы, конечно, отталкиваемся, если цель бодибилдинг, пауэрлифтинг, мы все-таки отталкиваемся от того, что мы хотим создать ровный фон на низких дозировках, то есть это где-то около двух кубиков в неделю, ну, то есть 500, если в неделю, опять же, считать, как это принято спортсменам считать, значит, если это, соответственно, дозировки лечебные, то нам хватает обычно, соответственно, одного кубика, мы можем использовать какие-то другие препараты тестостерона, ну, там по-разному бывает, вот, но обычно лечебные дозировки, это все-таки с пожилыми людьми практикуются, вот, когда уже стоит диагноз явный, там, взрослой гипогонадодизм, допустим, вот, мы человек, ну, идеально, я вижу на сегодняшний день, это применение у пожилых сустанома 250, как вот в качестве такой пожизненной гормонозаместительной терапии для повышения уровня жизни пациента, вот, и давайте перейдем к анализам, которые нужно сдавать на сустаноме 250, потому что это очень важно, в первую очередь, выпуск об этом, и выпуск о том, о том, что вы забываете, о чем говорят редко, да, применение сустанона 250. Это, в первую очередь, повторюсь, кулограмма анализа до курса сустанона 250, это, соответственно, анализ лип протеидов высокой и низкой плотности, это у нас, соответственно, индекс хома IR, надо понять, что с инсулином, что с сахаром, потому что вы будете калораж повышать, и иначе какой смысл вообще использовать вам фармакологию, да, в спортивном смысле, если, соответственно, у нас получается, что, как бы, вы не кушаете, да, не дополучаете микроэлементов, не дополучаете белков, жиров, углеводов. Вот, далее, мы должны сдать общий белок, и в течение курса сустаноном, особенно, если это первый курс сустаноном, мы должны периодически, все-таки, каждые три недели пересдавать общий белок и ориентироваться. Много, мало, да, нужно понимать, и на это ориентироваться, сколько вам прибавлять белка, потому что среди качков очень много споров, сколько мне есть белка, и вот эта дозировка белка, она рассчитывается из показателей у вашего же общего белка. То же самое и, соответственно, с сахаром в крови и углеводами, и инсулином. То есть мы рассчитываем из индекса HOMOIR, рассчитываем вашу потребность, собственно говоря, в углеводах, ориентируясь на HOMOIR. Можно другие, там, гликированный гемоглобин захватить, сдать, а не просто, там, допустим, ориентироваться исключительно на... Там, дядя Вась сказал, что на курсе надо 4 грамма белка на килограмм тела есть. Здесь на курсе надо ориентироваться, конечно, на какие-то цифры, значения. По поводу жиров я бы ориентировался на... Можно и индекс Омеги сдать, и, соответственно, ну, на липопротеиды, если вы экономите хотя бы липопротеиды, смотреть и ориентироваться на них. Потому что, конечно, с одной стороны жиры нужны, а с другой стороны, если у вас гиперхолестериномия на курсе или гиперлибидомия, то, ну, как бы, есть огромное количество жиров, никакого смысла нет. Вы просто можете заработать атеросклероз на этом фоне. Поэтому здесь нужно ориентироваться обязательно на эти показатели. Истрадиол, пролактин. Это понятно, что нужно сдавать гормоны щитовидной железы, нужно сдать единожды до курса, и каждый бы курс, каждое завершение ПКТ, я бы сдавал гормоны щитовидной железы, все-таки проверял, и не лишним, на мой взгляд, будет сдать селен и йод. Йод сдавать в моче, так более показательно. Вот, значит, и вот, опять же, сегодняшний случай, вспоминая, человек пришел, у него оказывается там субклинический гипертериоз, и он об этом не знал. И есть риск такого уже клинического териотоксикоза, помирования. Сейчас будем обследоваться, там, сдавал не все анализы, и пока не очевидны эти изменения. парадгормон тоже было бы и Д3 неплохо сдать. Таким образом, вы, соответственно, тоже поймете определенную механику вашего метаболизма, то есть парадгормон, это гормон щитовидной железы, который, в свою очередь, баланс Д3 регулирует, ну, туда же, кальциоанализированный. Все употребления всех анаболических стероидов влияют на реабсорбцию кальция, и на реабсорбцию кальция влияет и парадгормон, и Д3. И играя, соответственно, этим кальцием, да, и будущим балансом парадгормона и Д3, во-первых, вы можете избавиться от лишней задержки жидкости, то есть, если вы начнете терять кальций при оптимальных значениях парадгормона и уровне Д3, это будет означать, что, соответственно, пора уже накидывать кальций извне. И наоборот, если вы увидите, скажем так, что у вас там кальций достаточно высокий, а Д3 проседает, ну, это вопросы к тому, что экзогена можно начать употреблять Д3. Но не всегда оправдано в виде больших количеств экзогена Д3, и всегда стоит вопрос, а что же у вас, соответственно, если низкий Д3, и он не накапливается, что же с парадгормоном. Если у вас высокий парадгормон, то это могут быть тоже новообразования в парочитовидной железе, и вам тогда необходимо исследовать парочитовидную железу, и вообще возможно выявление субклинических или клинических уже явных таких заболеваний, да, приставка СУП, это значит до наступления клиники, но заболевания есть. И тогда, таким образом, соответственно, получается, что вам нужно, может быть, заняться сначала работой с гормонами щитаины железой, закрыть этот вопрос, а потом уже думать о приеме анаболических стероидов, дорогие друзья. И так как СУСТАНОН, опять же, обладает ярко выраженным действием, по нарастающей действия происходит, опять же, ну, наверное, из качков никто не даст соврать, что сложно не заметить действия данного препарата, высокая такая, достаточно анаболическая активность. Вот. То, что мы видим? Мы видим, что, как бы, ускоряется, да, как по принципу форсажа, да, всем известном фильме, машина включает вот эту закись азота, вроде бы, ездит быстро, но может и развалиться по дороге. То же самое, если вы, соответственно, не регулируете показатели крови, другие сопутствующие, помимо, там, эстрадиол, пролактина, все выше, озвученные, то, конечно, основная проблема может случиться с тем, что вы не учли всех биохимических реакций. То есть, например, надо помнить, что может случиться рост железа, да, вот, потому что многие препараты подобные, да, они у нас создавались для того, чтобы лечить железодефицитную анемию, вот. и получается, особенно, если вы пьете просто поливитамины, особенно с высокими дозировками, очень часто может повышаться уровень железа, это может оказывать и токсичный эффект. С другой стороны, вы можете запустить процессы гниения в кишечнике, если кишечник был не готов к такому количеству приема белка. Поэтому здесь, на мой взгляд, анализ ХМС по Осипову и УЗИ брюшной полости перед началом курса будет весьма, весьма актуальным. Вот такой вот первый выпуск про Сустану. Тем, кому интересно дальнейшие выпуски, пишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях. Соответственно, пишите ваши вопросы, обсудим, что хотелось бы сказать. Дорогие друзья, мы только начинаем приступать к приему разбора препаратов. И самое сложное, на мой взгляд, резюмирую в конце приема Сустанона, это из-за того, что куча препаратов разной длины определится, какую дозировку уводить и как часто. Здесь очень много подводных камней. Мы отталкиваемся от ваших анализов и от вышеперечисленной логики, с какой скоростью идет реабсорбция кальция, с какой скоростью растет железо, какая у вас килограмма, какой у вас холестерин, ну и все-все-все остальное. Дорогие друзья, спасибо, что слушали меня, что подписались на канал, что поставили лайки. С вами был доктор Кравцев и да пребудет с вами здоровье! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!